Здравствуйте, Марина Романюк. На ваших экранах мои коллеги расскажут о главных темах четверга. Смотрите в выпуске. 65 миллионов – это стоимость программы капремонта домов в Рыбинском районе. О ходе работ – Максим Васильев. Губернатор в Казахстане. Итоги промышленной выставки проанализирует Олеся Котровская. Расписание для людей. Обсуждение интервалов движения транспорта продолжается. Участвуют перевозчики, общественники, представители власти. До чего удалось договориться, Максим Васильев расскажет. Несоблюдение расписания, некорректное общение с пассажирами и частота салонов. В топе главных нарушений рязанских автоперевозчиков. Самых злостных нарушителей – восемь. Новый начальник управления транспорта мэрии Вениамин Синяков предложил им пересмотреть число машин на маршрутах и переработать расписание движения. Разговор с рязанскими автоперевозчиками – это всегда политика убеждения и разъяснения. Даже несмотря на то, что часть из них на маршрутах ведут себя как анархисты. Выполняют меньше 50% маршрутов, нарушают правила дорожного движения, их водители ведут себя грубо и неадекватно. Восемь особо злостных нарушителей в красной зоне списка. Новый начальник управления городского транспорта Вениамин Синяков предложил им пересмотреть свои взгляды. Мягко предложил. Вы обратили внимание, что сейчас вам начали названивать каждый день основным там нарушителям с вопросом, почему допускаете нарушения. И ответы идут одни и те же. Нет водителей, нет транспорта. Но если вы понимаете, что не будет транспорта и дальше, какой смысл об этом все время говорить. Давайте смотреть, может быть будем менять тогда в реестре маршрутов, изменять маршрут в плане количества транспорта, там еще что-то. То есть есть повод разговаривать. Самодельное решение создание единой диспетчерской, чтобы интервал движения соблюдали все, а не только добросовестные перевозчики. И тогда точно обращений жалоб от граждан в управлении транспорта будет меньше. За первые пять месяцев этого года их 134. Нужен конструктивный диалог. Жалоб очень много и жалобы и сейчас идут. Я вот за две с половиной недели постоянно эти жалобы вижу. Отказывают водители в оплате картами. Пересаживаются пассажиры на другой маршрут. Водители говорят, система не работает, конкретную карту не принимают. Пересаживаются, спокойно платят, все работает. Я знаю, что вы ведете работу с водителями. Водители не самый контингент исполнительный, не самый добросовестный, проблемный. Но тем не менее, пожалуйста, не оставляйте это без внимания. Без внимания не осталась и просьба мэра Елены Сорокиной о том, чтобы на таких совещаниях давали время выступать представителям общественности. Потому что автоперевозчики не всегда понимают, что именно от них требуют граждане. И на первой такой встрече Алексей Зенин озвучил главную претензию горожан. У нас огромное количество людей в вечернее время едут домой. У нас жизнь после восьми часов вечера в городе вообще не прекращается. И людям, чтобы планировать свой маршрут, им необходимо видеть, во сколько они гарантированно уедут. То есть табло эту проблему вообще не решает. И БАШ-62 эту проблему не решает. Мы не видим конечного вот этого промежутка движения. То есть я так понимаю, должно быть как раз расписание паспорта маршрутов, если по нормативному акту мы видим. Но для всеобщего сведения эта информация не размещается, она нужна катастрофически. Выступление парня на совещании, что называется, приняли к сведению. И отправили в работу, как и все остальные предложения. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Выставки, особенно отраслевые, это самый эффективный путь к успеху. Ведь участие в них – это не только возможность презентации своей продукции и поиск новых рынков сбыта. Отметил глава региона Николай Любимов на девятой промышленной выставке «Экспо-Раша. Казахстан-2021». О том, как она прошла, расскажем в следующем сюжете. Рязанская делегация в Казахстане посетила специальную экономическую зону «Парк инновационных технологий» и «Технопарк Алатау». Ознакомилась с возможностями индустриальной зоны города Алматы. Состоялся ряд встреч и переговоров, в том числе с руководством торгового представительства России в Казахстане, Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, а также с представителями бизнес-сообщества. У всей нашей работы на уровне региона появился в этом отношении новый и наполненный глубоким пониманием и смыслом девиз «Объединяя усилия, приближаем результат». Эти слова я также вынес фактически в заголовок своего выступления сегодняшнего перед вами, поскольку его можно экстраполировать совершенно на любую сферу и любое взаимодействие. Рязанские компании представили свою продукцию и обсудили с потенциальными партнерами из Казахстана возможности сотрудничества. В ходе круглого стола был представлен потенциал производителей строительных материалов из нашего региона. Обсуждались возможности организации поставок строительных материалов из Рязанской области на крупные инфраструктурные объекты и в торговые сети города Алматы и Казахстана. Мы привезли сюда конкретно тех, кто хотел бы сотрудничать с конкретными либо предприятиями Казахстана, либо в конкретных отраслях для сотрудничества наладить. В первую очередь это компании рязанские, производящие строительные материалы. И генеральный консул, также торгпред подтвердили на самом деле, что это самое сейчас востребованное направление для сотрудничества. И то, что наши рязанские компании экспортируют уже свои товары, в том числе и в Европу, помогает им подтвердить качество своей продукции. Николай Любимов отметил, что успешно прошла биржа контактов с участием рязанских и алматинских предпринимателей. Проведено более 20 переговоров, достигнут целый ряд интересных взаимовыгодных договоренностей и намерений. Результатом этой бизнес-миссии должно стать подписание экспортных контрактов в различных сферах. Олеся Катровская, телекомпания «Город». Около 65 миллионов рублей стоимость всей программы капитального ремонта многоквартирных домов в Рыбновском районе. Новый руководитель фонда капремонта Дмитрий Калачев проинспектировал ход работы, скорректировал степень взаимодействия с местными властями. Никаких сбоев в программе пока нет. Максим Васильев подробнее. Рыбная. Улица Большая, 49. У жителей этой двухэтажки праздник. Капитальный ремонт крыши. Основные работы уже сделаны, остались детали. Прошедшие недавно ливни это лишь подтверждают. Квартиры оставались сухими. Ребята нормально все сделали. Вот осталось вот тут коньки сделать. Все необходимые материалы. Сокровые окна, трубы обязательно фановые. Вот это асфальт доделать надо. И все. Все это доделается. А так все хорошо. Асфальт подрядчики обещали сделать и местные этим парням верят. Говорят, работают на совесть. Осталось ждать совсем немного. Данные вот эти дома, буквально 10 дней, мы ждем там некоторые, так сказать, детали, которые заказные позиции. На следующей неделе поставщик обещал их поставить. Где-то для устройства фановых труб, то есть герметичность примыкания кровли обеспечивает. Вот, соответственно, это последняя стадия, которая будет закончена на этих крышах. Стальная кровля поменяна 100%. На Кузнецкой 25 ремонт фасада в самом разгаре. Прежде чем красить в салатовый, здесь аккуратно запенивают все щели белым. Все по-честному. Капитальный ремонт схемы холодного водоснабжения запланирован. Да, потому что у человека надо. А вот у вас, как люди осуществляют допуск в квартиры? Нужно же зайти будет в каждую квартиру? Я отпущу, если надо. И вроде бы все хорошо, вот только неудобство и рабочим, и жителям создает вот этот колодец. Засор коллектора выплескивает все содержимое прямо к подъездам. Об этом и не только. Руководитель фонда капремонта Дмитрий Калачев говорил с главой района Андреем Гореловым. Рекомендация подрядчикам одна. Не устраивать стихийную свалку строительных отходов. От властей Рыбновского района свое пожелание. О программе капремонта рассказывать жителям чаще. Тем более, что она довольно серьезная. Около 65 миллионов рублей. Запланировано 73 конструктивных элемента. На сегодняшний день в работе 49 элементов. 27 со сроком исполнения до декабря 2022 года. То есть у нас уже заключены договора с тремя подрядными организациями. Все в работе. Дмитрий Калачев в новой должности руководителя фонда капремонта совсем недавно. К каждому обращению от жителей относится щепетильно. И, кстати, обещание помочь в нашей долгоиграющей истории с протекающей крышей в квартире пенсионерки Валентины Трифоновой он тоже сдержал. Крышу на Первомайском проспекте 9 починили. И теперь эту коммунальную эпопею он может смело называть своим личным закрытым гештальтом. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 22 июня в стране является Днем памяти и скорби. В течение всей недели проходят мероприятия, напоминающие об ужасах войны и о стойкости советского народа. В библиотеке Горького сегодня открылась выставка стендовых моделей и военно-исторических образцов техники, миниатюр периода Второй мировой. Великая Победа. Путь к ней был долг и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями были полны эти 1418 дней и ночей самой кровопролитной войны в мировой истории. Выставочный проект в библиотеке посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чаще всего мы использовали элементы реконструкции, но приглашали и клубы реконструкторов рязанских, которые представляют свое оружие, образование, дина, натуральную величину. В рамках проекта «Клуб истории, моделизма, реконструкции. Долг» представляет выставку стендового моделизма и военно-исторической миниатюры. Здесь образцы техники армии СССР, союзников по антигитлеровской коалиции, а также противников Германии и Японии. Демонстрируются также предметы и элементы обмундирования и снаряжения военного и послевоенного времени. В данном случае мы представляем предметы обмундирования. Это форма офицера-граничника и его портубе с мандельской сумкой из кубуруев. Это из, скажем так, запасников нашей организации. Но и основная часть экспозиции – это все-таки модели и военно-исторические миниатюры. Мы находимся у полсета с советской техникой. Надо сказать, что техника Второй мировой войны, как техника советская, так и техника союзников, противников, она отличалась очень большим на геобразии. Шло непрерывное совершенствование и развитие этой техники. Поэтому, если задаться целью представить все образцы, то, наверное, нам этого зала может и не хватить. Поэтому мы старались брать наиболее, наверное, известные и наиболее узнаваемые. Дополняют экспозицию издания из фондов библиотеки Горького, среди которых особый интерес представляют книги из коллекции документов, изданных в годы Великой Отечественной войны. А также агитационные плакаты, ставшие мощным орудием борьбы с противником и средством поддержания морального духа. Продлится выставка до 31 июля. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Одно дело – экскурсия пешая для туристов, а другое – для горожан. При этом рязанцам предлагают не просто пройтись по железнодорожному району, а прокатиться на самокате. Валерий Седов проехал по новому маршруту. Экскурсия на самокатах начинается у здания Центральной библиотеки. Первая точка – памятник Надежде Чумаковой. Экскурсовод, он же главный библиотекарь, начинает рассказ о том, кто же такая Надежда Николаевна. Например, за более чем 20 лет работы Чумаковой на посту председателя Рязанского горосполкома было построено 5 миллионов квадратных метров жилья, мост через Аку, десятки школ и больниц. Всего и не перечислить. Начинаем движение по Первомайскому проспекту. Первый объект показа – железная дорога и железноделательный завод, примыкающий к ней, роль ее вообще в истории страны нашей железнодорожной магистрали. Потом площадь Димитрова, рассказ о ее формировании, как она возникла, зачем, почему. Идея проводить экскурсию на самокатах появилась давно. В этом году сотрудники библиотеки выиграли городской творческий конкурс с этой программой. На приз и купили 10 самокатов, а экскурсия получила название «Рязанские библиоброделки». Они проходят два раза в неделю. Это пятая. В первое время самокат для неподготовленного человека, конечно, непривычно, однако немножко терпения и тренировок, и экскурсия на самокате уже значительно превосходит экскурсию пешую по скорости и по эмоциям. Следующая остановка как раз – железная дорога. Здесь Игорь Канаев рассказывает про составы, которые перевозили первых лиц государства, а еще про 140-летний тополь. Обхватить его можно только всей экскурсионной группой. Выезжаем на улицу Чкалова, рассказываем, что это самая вкусная улица в Рязани. По ней движемся в сторону парка железнодорожников. Рассказ о парке, о его почти 100-летней истории. Следующая остановка – площадь Победы. Потом по Первомайскому проспекту возвращаемся к зданиям библиотеки, где экскурсия и заканчивается. Шла она около часа. В планах географию экскурсии расширить на все четыре района города. А поучаствовать в экскурсии может каждый, предварительно записавшись через гугл-форму. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом все темы прошедшего дня. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова